Луч Энергия завершил свой первый сбор в Турции. Приморская команда провела последнюю товарищескую игру с казахстанским Аджитпесом. Счет в матче открыли казахстанцы. Гол головой получился довольно эффектным. Мяч отскочил от штанги и влетел в ворота. Луч ответил не менее красиво. На 75-й минуте встречи желто-синий заработали штрафной. Его исполнил Вадим Минич, который перебросил стенку и тем самым послал мяч в девятку ворота Аджитпеса. 1-1. Таким образом, из трех товарищеских матчей в двух Луч одержал победу и в одном разошелся миром. А вот внеигровая ситуация в команде толком не поменялась. Последней проблемой, с которой столкнулись тигры, это отсутствие денег на билеты домой. К радости футболистов руководство в самый последний момент все-таки организовало вылет. Сборы в целом прошли на отлично. Вопрос с перелетом разрешился, ребята разъехались из Турции по домам. Теперь собираемся 16-го числа и потом снова в Турцию. Пусть пока ребята отдохнут. Зарплата пока неизвестно, когда ее перечислят, но к концу месяца деньги пойти должны. Думаю, что обещанный бойкот ребята отменят. Вдобавок ко всей неопределенности воцарившейся в команде пресс-служба «Желто-синих» заявила, что руководство клуба никто не видел уже неделю. Напомню, второй учебно-тренировочный сбор «Луч энергия» проведет вновь в Турции с 16 февраля по 5 марта. Приморские бойцы отличились на Кубке мира по Кудо. Крупные соревнования проходили в Индии, в городе Мумбаи. В общей сложности наши спортсмены принесли России три медали разного достоинства. Приморец Константин Караульных взял бронзовую награду в категории 270 единиц. Владивостокский боец Гигамма Навазян завоевал серебро в 240. А вот в категории 250 единиц лучше всех оказался Игорь Пермин. Нокаут и болевой на руку позволили нашему спортсмену выйти в финал, в котором он победил японского кудоиста и заработал золото Кубка мира. Напомню, состав участников сборной России определился на состоявшемся в декабре турнире. После уверенных побед отобравшиеся бойцы, а также старший тренер Дальнего Востока по Кудо Юрий Бородий в течение двух недель готовились на базе в Подмосковье. Итог – три медали из семи завоеванных нашей сборной в копилке у приморцев. Приморочка одержала две уверенные победы над Курским политехом. Соседи по турнирной таблице встречались во Владивостоке. Первая игра началась нервозно. Череда ошибок у обеих команд не давала ни единой возможности предугадать исход. Нашивали баллистки, атаковали все же изобретательней, за счет чего и шли в лидерах на протяжении трех партий. Обыграть гостей приморцам удалось лишь с минимальным отрывом с разницей в 2-3 мяча. Однако свои сухие 3-0 наша команда заработала. Ответный матч оказался еще более плотным. Счет стал выходить за привычные 25 очков. В самые волнительные моменты спасали приморочек Бабкина и Снегирева. Как бы то ни было, точку во второй игре наша команда смогла поставить уверенно. Матч-бол при громкой поддержке болельщиков хозяйки оформили на подаче политеха в Аут. 25-20 и вторая сухая победа приморочки. Заработанные 6 очков хоть и не дали догнать лидирующую северянку, однако плотно укрепили наших волейболисток на втором месте высшей лиги А. Следующую пару матчей приморский клуб проведет на выезде. 18 и 19 февраля нам будет противостоять Липецк Эндезит. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.